Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Нок-Нок. Мы находимся в доме, и у нас, похоже, предпоследняя ночь, а может даже и последняя на носу. Но перед этим нам нужно погулять маленько по домику и посмотреть, что же здесь нового. Потому что сейчас, насколько я вижу, вот эта вот полоса рассудка, которая в виде молнии показана наверху, она не убавляется. Поэтому по времени у нас не так уж и ограничено всё. Так, какого чёрта вообще? Что-то мне подсказывает, что настанет прекрасный момент, когда даже вот в таком безопасном месте, как вот это вот безвременье, это всё случилось здесь, в этом самом лесу, в этом доме. Даже в этот момент она на нас смогут нападать. Есть у меня такое ощущение. Но пока что, несмотря на то, что мы вроде как добрались уже довольно далеко, пока что этого не было. Кстати, забыл показать. Да, у нас вот бабайка приближается, уже довольно близко к нам находится, поэтому, чёрт его знает, к добру ли это всё? Очевидно, что нет. Это был авторический вопрос, если что. Можете не отвечать. Так, что ещё у нас осталось? Вон то крыло. Давайте займёмся им, посмотрим, потому что именно вот так вот, ходя по дому, можно узнать какие-то интересные детали из того же, что здесь происходило, как видите. Предыдущая серия получилась короткая, но получилась она короткая, потому что кошка грохотала. Это было реально просто, я не знаю, какой-то бедлам. Но в итоге, я её там в соседней комнате закрыл, пусть посидит, подумает над своим поведением. Сейчас постараемся посидеть подольше. Ого! Такого я ещё ни разу не видел. Здесь даже мелодия жуткая. Вы знаете, вот вся игра, если так посудить вообще, она держится на звуке. Звук в игре просто гениальный. Так, ладно, с этим мы допустим. Допустим. Кто там? Кто-то говорит, ого, он не заметил вот это чучело, и ноги торчат. Я это ещё в первой серии заметил, просто потом не уделял этому времени. Ну, стоит себе и стоит, подумаешь, что ли. В этой игре это не то, чему стоит удивляться. Тут всё такое. Так, кажется, всё. Хорошо, пойдём в лес. Как сказали в игре, две концовки. Одна, если будешь просто играть, как я. То есть, не знаю, каких-то там неочевидных посылов, которые придумали разработчики. И вроде как она нормальная. А есть вторая, в которой нужно заниматься именно тем, что вот этот постоянный поиск девочки в лесу. Но учитывая, что ещё проигрывать нельзя, то есть, если два раза проиграешь, то уже всё очень плохо. Так, а куда это я попал? А зачем? Я думал, мы сейчас будем... Ну ладно, неважно. Я думал, просто уже там довольно мало оказалось. Но по сути, нет. Я всё понял, невидимка это и есть тот, кто ходит, пока я сплю. Это он крадёт и портит летопись. Я допустил, что он существует, вот он и появился. Или так выглядит время? Время убивает меня, пока я сплю. А я во сне наблюдаю за этим. Вы знаете, меня начинает беспокоить вот эта полоса рассудка в правом углу, потому что её осталось довольно мало. И откуда я вообще мог знать о том, что эту вещь нельзя тратить? По-моему, это было не очень очевидно. Так, вспоминай, родные. Отлично. И если мы в итоге получим какую-то плохую концовку, то вот такую концовку мы и получим. Я обычно стараюсь не перепроходить игры ради хорошей какой-то концовки. Потому что я считаю, что выходит, то и должно выйти. Поэтому сразу говорю, если в итоге у нас получится вот так, то пусть вот так будет. Я фотолист. Что поделать? Просто реально, если это полоска на всю игру, то офигеть, это же как это так вообще? Так, где-то появилась девочка. И это не очень хорошо. Я так и думал, что он кровать вспоминает. Потому что он... Вот это вот парни-невидимку с часами, он его вспоминает где-то секунды две. А всё, что дольше, это уже элементы интерьера. Вот, как видите, да? Так, а где же опять девочка? А, вон она вдалеке. Да тут ещё добраться. В предыдущий раз я, кстати говоря, так и не добрался до девочки. Потому что довольно быстро прошёл. А вот и первый провал. Около спальни как раз. Хорошо. Они настоящие. Но не такие. Они такие, потому что ты в дреме. Надо проснуться по-настоящему. Тогда всё кончится. Именно вот так вот исследуя весь дом, можно. Можно найти кучу всего интересного. Кто-нибудь что-нибудь видит? По-моему, там ещё ни одна тварь не вылезла. Где это? Где это? По-моему, оно снизу катается. Единственная проблема вот этого включённого света, это то, что... Ты же не видишь нифига. Так, ещё и какая из дверей более проблемная на данный момент. Я не могу идти на самом деле ни туда, ни сюда, потому что... Иначе я могу попасть в плохое место. Лучше так. Вот сейчас реально лучше так. Давай, мы неплохо держимся. Ещё какой-то элемент дотерриера. Нам сейчас поможет вообще всё. Горшок, ты издеваешься? Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го- Так, вот она туда уехала А я Мигом по Шурику Давай-давай-давай Давай-давай-давай Давай, родной, давай Не замирай, только мы сейчас Так, отсюда уже поналезло всякого Поэтому закрывать можно смело Ну, как-то так Блин, я хотел Я хотел по-другому Разуму вообще мало остается Он не мешает, он лучше делает Часики мне, пожалуйста Я, по сути, могу уже просто продержаться Нам не хотелось бы быстрее Да как так Мусор из леса, листья и кровь Оно появляется прямо на мне, что ли? Это же не круто Так, вон там еще одна стоит Ну ладно, вроде выжили Но учитывая, сколько у нас разума Что-то у меня не самые мистичные прогнозы Давай, родной, держись Чуть-чуть Чуть-чуть Фух, вроде продержались Не знаю, все очень плохо Эта игра особенно опасна Потому что ее начинают гости Рано или поздно вы услышите голос Кто не спрятался Через некоторое время он говорит Кто прячется, тот застыл Я не виноват Застыл? Ну ладно После этого вас находят, что бы вы ни делали И все начинается сначала Кажется, что выиграть невозможно Ключ-эта игра для смелых На самом деле прячется тот, кто стоит на месте Пока хоть кто-то в доме прячется Игра будет продолжаться Любую игру нужно довести до конца Кто доведет, тот и победитель Как скажешь, родной Как скажешь Интересно, сколько у нас после этого еще домов будет? Потому что... Нет, я уже, похоже, не успею Блин, печально Хорошо Оно пришло практически И мы можем идти напрямки уже к этим часам Но пока что это нам не нужно Давайте просто осмотримся Здесь ничего Блин, до чего же я обожаю эту игру Это просто офигеть Я не думал, что люблю так ее на самом деле Потому что... Блин, ну вот так вот Если задуматься, что тут можно любить вообще, да? Игра очень простенько нарисована И если описать ее Кто-нибудь попросит описать ее в геймплей Можно реально описать в двух словах То есть ты ходишь по дому и прячешься Нужно дожить до утра Вот и все И каждый раз, раз за разом происходит одно и то же С небольшими там вариациями Потому что тут кровью монстров ничего не отличается Но блин, насколько круто это все сделано и насколько затягивает Это как тетрис Впервые было объявлено о комиссиях осенью Спустя полгода после волнений Подавалось все это как народная инициатива Во дворе нашего дома собрались жители Никто ничего не понимал Волновались, кричали, гадали Во что все это превратится Слухи были самые разные Дверь закрыта, родная Нечего тебе тут делать Хорошо, допустим Дом опять видоизменился Все довольно-таки страшненько Вот в этой комнате может быть какая-то записка Очень часто попадается Что в самом деле? Я уже не первый раз про них слышу Странно как-то это все Ничего Ну, ничего, так ничего Хотя вот вроде знаешь, да Что в принципе ничего страшного происходить не будет сейчас Прямо в данный момент Все равно как пробирает это все Комната, в которой кто-то повесился Очередная ночлежка Я после этой игры так кровать вообще не перевариваю Не знаю почему Недавно просто видел Нам диван покупать сейчас надо Зашли в магазин один Просто увидел такую кровать Твою мать Твою мать Не вижу эти кровати Это называется Дверь по фазе уже Бабайка опять Тут просто не прячется Чье-то чучело Так, ну вроде никаких больше открытий чудных Поэтому можно смело спускаться вниз Давайте только вот эту комнату проверим Окей Не, ну на самом деле То, что полоса как бы на всю игру И что она кончается Вообще по непонятным причинам Это печально Хорошо, пойдем к часикам Нет, дурын-то, конечно Все Открыто Хорошо По старой схеме То есть не будем искать девочку Постараемся побыстрее найти дом Потому что сейчас у нас очень большие проблемы С этой полоской Нужно заниматься делом Они ерундой Видите сколько у нас осталось А вот и дом И на самом деле Я даже не уверен Что нам и этого хватит Сколько тут может быть Еще Пару уровней, наверное Нет, не хватит Скорее всего Скорее всего нет Что? Короче говоря Давайте на этом заканчивать Наверное В следующей серии Посмотрим К чему приведет Вот этот вот Дефицит Полоски здравомыслей Который мы наблюдаем Судя по всему Приведет К чему-то нехорошему Но что это именно будет Узнаем уже В одной из следующих серий А пока что я хочу сказать Что игрушка На самом деле Мы забрались довольно дальше Чем я изначально рассчитывал Потому что я рассчитывал Поиграть в нее Пару-тройку часиков Для канала И посмотреть Во что это все выльется Постепенно понял Что она довольно однообразная Но это не помешало мне Делать новые Новые серии Потому что несмотря на свое Однообразие Она реально очень интересна Поэтому я абсолютно Не расстроюсь Если она закончится Вот так вот Ни на чем Из-за того что Какая-то полосочка Кончилась И никто об этом Не предупредил Но тем не менее Будет довольно печально Пишите в комментариях Что вы думаете По этому поводу В остальном Я абсолютно доволен Тем что у нас Сегодня происходило Потому что Справляемся И несмотря на то Что монстры Просто наседают Жить Довольно просто Все равно Как-то уже привыкли И получается Довольно круто По-моему Спасибо что смотрели Увидимся завтра С вами была Штур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok